И эту тему сейчас обсудим с гостем нашего эфира Денис Чистиков, заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым. Денис, здравствуйте. Добрый день. Учитывая ситуацию, вот все, что я сейчас озвучила, происходящего на территории Крыма, актуально ли уже сейчас говорить о наявности какого-то видения стратегии освобождения Крыма? Ведь еще до полномасштабной войны основной месседж, который звучал, это исключительно дипломатическим путем. Сейчас мы готовы, мы готовимся или уже происходят определенные действия, направленные на деоккупацию Крыма? Следует отметить, что после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года президенты Украины и правительство, и Министерство обороны заявили о том, что первоочередным теперь является военный способ освобождения, а дипломатический является вспомогательным. Поэтому сейчас активно именно идет внедрение военного способа, и как уже говорили представители Министерства обороны этой весной, что лет 2023 Крыма будет горячим, и этому есть подтверждение, факты, которые вы озвучили. Говоря о взрывах в Крыму, неоднократно мы видим, что российское правительство и российская пропаганда пытаются всячески снизить накал опасений внутри полуострова, внутри общества гражданского населения. Зачем они это делают, с какой целью, и насколько им удается прикрыть то, что происходит, и выходит из понятия «все идет по плану»? Ну, следует отметить следующее, что их тактика, которая была избрана информационная, как-то скрывать эти факты, уже не получалось отмалчиваться. Потом они начали комментировать, и тактика заключалась в том, что они на упреждение знали, где могут быть взрывы, и говорили о том, что в этих районах в ближайшее время будут проходить учения. Потом, в дальнейшем, они активно пытались защищать социальные сети, телеграм-каналы, и сейчас это происходит. Ну, после того, как последнюю неделю активно происходит так называемая баловна на военных объектах, которые приходится им, и идут потом детонации длительные, то им уже приходится не только коммуницировать и говорить то, что происходит, но и также останавливать движение транспорта, как автомобильного, так и железнодорожного, а также отселять население из ближайших территорий. Так, после сегодняшнего взрыва на военных складах в Красногвардейском районе были отселены местные жители с 5-километровой зоной, поэтому ихняя тактика не дает результатов, и теперь приходится им, как бы, население уже так же, кроме информационного пространства Российской Федерации, также мониторит и украинские информационные СМИ, потому что они понимают, что от них пытаются скрыть правду, поэтому сейчас и происходит еще и дополнительная интеграция крымчан в украинское информационное пространство. После разрушения части уставшего или утомленного моста, как у нас говорят здесь, нарушились логистические возможности россиян, я так понимаю, что и по передвижению военных целей так же. Мы прекрасно знаем, что годами, пока Крым аннексирован с 2014 года, он накачивался в военной технике, из него делали просто милитаризованную военную базу. Насколько, учитывая вот те взрывы, особенно на стратегических объектах, связанных с боеприпасами, военных объектах, этот уставший мост и так далее, нарушает их возможности использовать полуостров в качестве военной базы на данный момент? Да, и как заявили уже сегодня представители Главного управления разведки и также военные, о том, что происходят сбои в поставке и вооружении личного состава, потому что Крымский мост и Керченская переправа – это основные артерии сейчас для южного направления военных Российской Федерации, и сейчас они ищут альтернативные пути, но альтернативных путей у них не остается. Наоборот, даже есть уже осознание в российских военных, исходя из той информации о том, что они уже осознают, что им придется отходить с территории, непосредственно есть информация с Херсонской области, и они думают о том, как это делать, если Крымский мост будет уничтожен и придет в негодность. Да, оккупационные администрации, оккупационные власти продемонстрировали, что они подключают к процессу эвакуации военные корабли, но на данный момент было продемонстрировано только два, и мы понимаем, что это очень минимальный объем, который могут обеспечивать. Была дана команда в начале мая о том, что усилить именно составляющую Керченской переправы по наличию транспортных средств, которые могут привозить на другой берег, но на данный момент таких фактов нами неизвестно. Известно, что они заявляют о восьми паромах, но в действительности из восьми функционируют только три, и тот один постоянно ломается. А только ли военным придется отходить, как вы сейчас сказали? Давайте немножечко наперед попробуем заглянуть, ведь на самом деле там достаточно много россиян, которые либо приобрели, либо каким-то незаконным способом прихватизировали, я бы так сказала, и предприятия, и малые бизнесы, и жилые кварталы, квартиры, как это было еще, я так понимаю, во время сталинские, когда переселяли с одного места людей и завозили своих для того, чтобы иметь свое лояльное лобби на полуострове. Им тоже придется отходить? Или такой вопрос сейчас не стоит, но предупреждать уже стоит? Следует отметить, что коллаборанты и граждане России, которые приехали на занятие должности во временно оккупированном Крыму, они уже вывезли свои семьи, и это было массово и после полномасштабного вторжения, и после первых хлопков на территории временно оккупированного Крыма. Сейчас непосредственно остались в большинстве это сами члены семьи, которые занимают эти должности, ну и они уже изъявляют желание выехать на территорию Российской Федерации, но их под угрозой или возбуждением уголовных дел, или сразу же мобилизацией, отправкой так называемой СВО, удерживают на этих местах. Ну то, что есть интерес, и граждане Российской Федерации, коллаборанты оставляют Крым, и говорит тот фактор, что большая сейчас рекламная кампания именно на территории Крымского полуострова, в социальных сетях крымских и телеграм-каналах крымских группах, именно о недвижимости в Краснодарском и Ростовском крае, и подтверждение того, что рынок недвижимости именно в Краснодарском крае имеет рост, и это в том числе за счет коллаборантов с территории временно оккупированного Крыма. Ну, учитывая, как прикрывают все происходящее власти и пресса, я так понимаю, что и жители полуострова находятся под определенной небеспекой, в опасности, учитывая, что они не знают ни о возможных попаданиях, ни о прилетах, отлетах и так далее. То есть с ними, я так понимаю, что вообще никто не работает. Ну, тут следует отметить, представительство постоянно делает акцент на том, что в связи с тем, что приближаются вооруженные силы Украины к административной границе и освобождение Крыма не за горами, поэтому держаться подальше от военных объектов, не контактировать с военными, не быть в военных колоннах, это опасно для жизни, и, как мы видим, это подтверждается. Поэтому вооруженные силы Украины работают только по военным объектам и по российским военным, хотя сейчас пропаганда российская говорит, что по гражданским, но это они стараются, как раз создают негативное поле перед тем, как будут оставлять Крым, чтобы негативное отношение жителей Крыма было к вооруженным силам Украины. Также следует отметить и тот фактор, что именно гражданское население будет использоваться российскими военными при отступлениях, именно как живой щит. Об этом говорили подтверждение при отступлении с Харьковской области и при отступлении с Херсона, когда колонны были в перемешку, военные колонны в перемешку с гражданскими. Поэтому также хотим предупредить и сделать акцент, что коллаборанты и жители Крыма, которые с Российской Федерацией, то желательно для их обеспечения, их безопасности и жизни уже оставлять территорию Крыма и выезжать за пределы Крымского полуострова. Денис, вот вы сейчас подняли очень такую серьезную тему. И немаловажна тактика России, которую они применяют сейчас и в других городах, когда им приходится их оставлять. Они действуют по принципу Советской Армии прошлого века. Они разрушают все, что можно разрушить. И это уже не впервые продемонстрировано было на территории Украины. Есть ли опасения, что именно? Давайте вспомним даже вот случай вчерашний трагический с собором, который был разрушен памяткой ЮНЕСКО в Одессе. Да, они не оставляют Одессу, но то, что они не гнушатся, истреблять и сравнять с землей все, до чего они могут дотянуться, может повториться и с Крымом. На что стоит обратить внимание? Ну, это не исключается. И мы говорим не о том, что будет, потому что это как бы будет. А говорим, даже уже можно говорить о том, что уже есть. Известны факты о том, что они вывозят культурные ценности, активность территории временно оккупированного Крыма. Также зачищаются все археологические исследования, которые проводились, все находки, они вывозятся, и они уже не сохраняются и не оставляют на территории временно оккупированного Крыма. Также вывозятся, как и с территории Херсонской области, архивы на территории Российской Федерации. Это также делается с целью дальнейшей фальсификации истории, потому что, как известно, у России нет своей истории, она только сфальсифицирована, чтобы для удержания правящего руководства удержания в своих креслах. Также следует отметить о том, что уже как бы они делают акцент, минируют Крымский Титан, а это уже химическая угроза для севера Крыма и юга Херсонской области. То есть теракт, который был на Каховской ГЭС, говорит о том, что подорвать Крымский Титан, это тоже, возможно, будет использовано при приближении вооруженных сил Украины. Уже известно о том, что он заминирован. Сейчас он используется больше как фортификационное сооружение, потому что понимают, что обстрел со стороны вооруженных сил Украины будет минимальный, чтобы не нанести вреда. Поэтому они его используют для складирования боекомплектов и также для нахождения личного состава. Поэтому то, что может быть на территории Крыма, можно говорить и прогнозировать все, что угодно. Кроме того, следует отметить еще основной страх и угрозу – это заминирование указанных территорий. Как мы видим по Херсонской области, по информации иностранных экспертов, что это уже на десятки лет разминирование указанных территорий. При этом мы не знаем, пока мы только догадываемся, насколько заминированы именно юг Херсонской области и север Крыма. При том, что фортификационные сооружения уже возводятся не только на северной части Крыма, но и уже линии обороны устроены в глыбь Крыма и возле Феодосии. Там возводятся не только именно фортификационные, но также происходит минирование как пляжной зоны, это на западе Крыма, а также уже местные жители жалуются о том, что даже на засеянных полях их выгоняют и проводятся сооружения фортификационных и минирование этих территорий. Поэтому даже проведение тех работ и того, что уже сотворили представители Российской Федерации на территории Крыма, это уже нанесен большой ущерб. И когда можно будет привести Крым в нормальное состояние, это пройдут десятилетия. Победа Украины в агрессивной войне, развязанной против нее России, позволит восстановить верховенство международного права и создаст условия для обновления архитектуры безопасности в мире. Так считают участники Крымской платформы, форума которой в конце июля собрал экспертов из более чем 20 стран. Как отметил руководитель проекта Институт Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, важную роль на пути к победе Украины будет иметь деоккупация Крымского полуострова. После его освобождения Россия должна полностью лишиться Черноморского флота, что станет залогом безопасности в районе, в регионе. Давайте услышим. Без деоккупации полуострова о черноморской безопасности можно забыть в принципе. В деоккупированном Крыму должна быть международная военная база сил сдерживания России. После войны РФ должна быть лишена права иметь военный флот на Черном море, за исключением катеров береговой охраны. Андрей Клименко, руководитель проекта Институт Черноморских стратегических исследований. Ну а я добавлю же, что третий по счету саммит Крымской платформы состоится 23 августа. Вопросы относительно будущего полуострова и безопасности в Черноморском регионе снова обсудят в Киеве. Одной из основных тем форума станет восстановление Крыма после его деоккупации. Ну и тут хотелось бы вас спросить, наверное, глобальный вопрос. Действительно ли сделали все, всю работу над ошибками провели все те, кто присоединился к платформе, понимая, какие угрозы война показала того, что может происходить из-за определенных попускательств, что было до 2014 года, почему мы получили ту ситуацию с Крымом, какую имеем на сегодня. Много ли присоединилось еще участников Крымской платформы, насколько это мощная платформа, что именно она может фактически в ближайшее время предложить? Ну тут следует отметить несколько факторов. По поводу количества участников, то этим вопросом занимается сейчас активно Министерство иностранных дел. Следует отметить, что их количество будет не меньше, чем в прошлом году. Кроме того, формат участия будет в этом году комбинированным, как и в прошлом году, и будут непосредственно находиться участники в Киеве, а также онлайн-формат будет использован. Кроме того, следует отметить, что Крымская платформа – это важное событие, которое превратилось из медийного события, которое было в 2021 году, с целью привлечь внимание временно оккупированного Крыму и актуализирования этого вопроса среди иностранных государств и получения поддержки в ту платформу, которая уже говорит не только об возвращении, но и о деоккупации и реинтеграции указанных территорий. Это также говорится, исходя из того, что участники платформы увидели, что угроза от оккупации временно оккупированного Крыма является не только для Украины, но и Среднеземноморья, Европы и мира в целом. Вот даже последний удар по Одессе говорит о том, что оттуда продолжают пускать ракеты, которые могут достигать не только территории Украины, но и выходить за ее пределы. Поэтому участники будут принимать все шаги, чтобы упредить дальнейшее негативное развитие ситуации вокруг Крыма. Да, каждый участник сейчас по своей мере принимает участие, но следует отметить, что уровень поддержки и готовности принимать усящиеся в реинтеграционных процессах в сравнении с до полноманасштабного вторжения в Украину, он значительно возрос. Ну и в финале я бы хотела вас спросить, я понимаю, что это, наверное, больше стратегический вопрос именно к военным экспертам, может даже к разведывательным инстанциям, но тем не менее неоднократно заявляли из пропагандистских каналов, да и Путин, в общем-то, намекал на сакральность Крыма, и что именно крымский вопрос может стать для него решающим в применении нестандартных методов войны, скажем так, неконвенционных, да, они называются, правильно, если не ошибаюсь. И, ну, мы понимаем, о чем идет речь, идет об использовании ядерного тактического оружия, насколько это сейчас актуально, а не блеф со стороны российского руководства. И другой вопрос, вот 43 страны и 4 международных организации, которые присоединились к этой платформе, вы говорите, что они готовы работать на опережение, а что они могут, вот в плане даже вот заминированного завода химического сейчас на опереждение сделать? Ну, первое, по поводу возможного применения ядерного оружия на территории Крыма, то это здесь Путин использует российскую пропаганду, еще советскую пропаганду, это самый, тот инструмент, которым они всегда пугали, поэтому здесь он частично имеет эффект, но Украина отставит свои интересы и уже пытается донести международным партнерам, что применение это является блефом и как бы тактикой Российской Федерации, поэтому просто, и сейчас мы даже чувствуем поддержку международных партнеров, и они понимают о том, что применение ядерного оружия со стороны Российской Федерации, на данный момент это больше блеф, чем реальность. Что касается помощи международных партнеров и разминирования, то здесь следует отметить, что больше и скорее всего, все-таки мы верим в свои вооруженные силы Украины, они имеют планы на развитие всех разных вариантов событий, в том числе и при приближении вооруженного Крыма, поэтому здесь сейчас больше вера и поддержка вооруженных сил Украины, которые будут принимать участие в освобождении временно оккупированного Крыма. Что ж, и мы будем надеяться вместе с вами. Спасибо вам за интервью, спасибо за разъяснение ситуации. Напомню, Денис Чистиков, заместитель постоянного представителя президента Украины в автономной республике Крым, был гостем этой части нашего эфира. Продолжение следует...